шалом друзья сегодня я бы хотела поговорить с вами о цдаке уверена что каждый из вас хоть раз задумался куда вложить свои деньги для того чтобы они не только лежали под подушкой дивана в банке и давали нам спокойствие в завтрашнем дне но и приносили доход давая нам возможность исполнять не только свои желания и мечты но и помогать людям находящимся рядом с нами если я спрошу вас уверена что найду много разных вариантов будь то вложить недвижимость биржу может быть в криптовалюту может стоит вообще с молодости начать копить на пенсию или забить на все правила потому что иногда самый беспонтовый бизнес летит вверх а самая гениальная на первый взгляд идея остается внизу даже не имея возможности подняться но есть еврейский подход на эту тему естественно и если мы спросим самого всевышнего который сотворил этот мир действующий по определенным законам как разбогатеть есть один способ которым нету риска и всевышний нам обещает он работает он действенный как об этом написано в туре асер бешвиль шетит ашер отделяй для того чтобы разбогатеть другими словами если мы хотим увеличить свой доход нам надо отдавать если мы хотим сэкономить и сохранить свои деньги нам надо отделять от этой суммы сколько десять процентов вообще по торе это заповедь является пассивной то есть если к вам подходит человека просит вас о помощи дать ему благотворительность таков вы не должны ему отказывать чтобы сердце ваше не становилось черствым к трудностям и бедам ваших собратьев и вы дали ему столько сколько необходимо столько сколько принято в вашем городе максимум десять процентов если же вы живете в доме на отшибе куда не заходят бедные если вы молитесь синагоге в пять утра когда бедные еще спят и к вам никто не подошел за целый месяц сэкономили все эти 10 процентов остаются вам но пришли наши мудрецы и перевернули эту заповедь из пассивной в активную сказали даже если вы избежали на протяжении всего месяца встречи с бедняками никто вас не попросил возьмите эти деньги и отдайте их нуждающиеся организации или человеку об их аноне на базот и проверьте меня в этом это единственная заповедь когда всевышний говорит можете верить можете не верить сделайте мне экзамен проверьте меня поставьте мне в конце оценку я обещаю что не будет никаких рисков и вы не будете чувствовать что у вас отделяется что-то и становится меньше станет больше увеличится вы начнете кайфовать от денег пожалуйста поставьте мне в конце экзамена хорошую оценку я вам обещаю крутой результат в одном своем письме раби пишет что у всевышнего есть две дороги дать нам богатство и достаток первой это когда смотрят на человека как он отделяет от своего заработка десятину отделяет дает больше еще один еще дали больше но есть и другой вариант когда человек отдает больше чем он может дать с тем самым заставляя всевышнего испытания тем самым заставляя всевышнего устоять в своем обещании и дать человеку то что он не получал и то что он не заслуживает вот эта отдача является для нас с такой и в том же письме раби продолжает очень мне жалко сказал он человеку который писал это письмо что вы не верите во всевышнего и отделяете так мало как будто боитесь что у всевышнего не хватит денег для того чтобы вернуть вам в разы больше не бойтесь у всевышнего есть что вам дать